Московская область, Волоколамск, там название Волоколамск, такое сразу Волоколамское шоссе, 28 панфиловцев. Там в этом Волоколамске был большой завод поддонов, я не оговорился, именно был. И мы давно к нему присматривались, надо сказать, вот, и в общем он сгорел весь. К херам всего 6 тысяч квадратов сгорело минимум, там сгорело все. Там сгорели производственные площади, сгорели склады, вообще все, что связано с поддонами, там обнулено. Там больше поддонов производиться не будет, а он выпускал огромное количество. То есть это удар по путинской экономике чудовищный. Если еще несколько таких предприятий, а мы знаем, где они находятся, да, сейчас в ближайшее время сгорит, то у Путина все кирды, да, пилорамы все сгорели, сейчас заводы поддонов сгорят, окончательно делать вообще негде будет, деревообработка встала практически вся, да, ну, магистика встанет, потому что поддоны нужны. Сейчас просто нужно добивать поддоны на местах, там, где они заскладированы, они нигде не охраняются. Так что полить их смело вообще там, никаких проблем. Когда мы начинали эту операцию, я говорю, мы в нее не верили. Ну, рассматривали как, ну, загорятся поддоны, а от них перекинется пламя уже там, где на высоковольтку, где на склады какие-то, где-то на производство и так далее. Но мысль была такая всегда внутри, что вот если бы нам поддоны все пожечь в России, то все, логистика бы вся встала. Но мы даже на это не рассчитывали, на такой приз. А сейчас видите, как успешно это развивается. Тамбов, операция «Примус», на улице Урожайной, ну, силой мысли, конечно, пилорама загорелась. Ну, пишут, средние руки, 300 метров. Ну, ладно, на вас уже не угодишь. 300 метров – это нормальный объект, надо сказать. На северо-западе Москвы пожгли бытовки на улице Митинская, ну, там все, значит, рядом находится торговый центр и так далее. То есть там большой, очень большой пожар, виден густой черный дым там и прочее, прочее. Склад с горючей смажистыми материалами в Томске сожгли очень хорошо. Чебоксары, склад с сантехникой сожгли Тверь. В промзоне Твери пылают ангары, какие-то очень крупные. Надо больше информации, вот пишут, даже мне, что нужно больше информации. Пьенза на производстве мебели на улице Нейтральной. В Пензе вспыхнул пожар. Ну, хорошо. С Нижнегорск к Мурманской области сгорело на стадионе покрытие. Было засплодировано, чтобы разложить резины очень много, все сгорело. Центральный рынок, куфы, все в дыму, да. Надо как можно больше информации, тоже ничего не знаем, что там случилось. В ночь на 21 июня была повреждена железная дорога в районе Феодосии. Железнодорожное полотно, как утверждают, было повреждено партизанами. Там требуют уже крымские власти паники не поддаваться и получать сведения только из официальных источников. Очень смешно, такая как бы небольшая диверсия уже повергнут в страх. Знаете почему? Потому что они убеждены, что в Крыму там 100% населения, как один, встанут защищать вот этого Гоблина, Путина там и всех остальных. Не встанут, Гоблин, понимаешь? Беги оттуда быстрее. Вы помните, помимо всех тех операций, которые у нас есть, там и примусы, и вырви глаз, и прочее, прочее, есть операция Башмак. Ну, можно полностью, так сказать, ее разворачивать на всю железную дорогу, но надо помнить, о чем речь, да. О том, что есть, да, партизаны на железной дороге, можно устроить путинским транспортный коллапс, всего лишь потеряв значительное количество тормозных башмаков. Тормозной башмак горочный, 7 килограмм. Это приспособление для уменьшения скорости или остановки движущихся групп вагонов, отцепов и других видов подвижного состава, а также закрепление стоящего подвижного состава от самопроизвольного и несанкционированного движения ухода. Железнодорожный башмак, понятно, приравнивается к рефлекселю, да, то есть выкинул башмак, получил рефлексель. Очень важно, то есть поддоны, башмаки, многим кажется это смешным, на самом деле это очень здорово, ударяет по путинскому движению. При помощи башмаков можно парализовать движение на железной дороге, составитель, как они будут составлять поезда и снег башмаков, есть ли другого способа затормозить вагоном, нет, нет, но есть там какие-то вагоны, у которых есть тормоза, там должен, ну особенно пассажирский, там должен мужик стоять, там за какой-то рычаг тянуть или там такое есть колесо, крутить это колесо, но вы понимаете, что это абсолютно бессмысленно, потому что основная часть не имеет, вагонов не имеет таких тормозов, тормозятся башмаками и поэтому всё. Кирдык сразу, да, похоже пожарный тоже Замальский, это никто и не скрывает, мы с несколькими пожарными частями чуть ли не в полном составе имеем дело. Я выступал в пожарной части, чтобы вы знали, но правда не при всём личном составе, какие-то люди, которые были там, ну не на хорошем счету, да, их там не было, а с остальными я провёл видеоконференцию, они задавали вопросы и были предельно комплиментарны, я потрясён был, просто потрясён. Я вам сейчас скажу, я с несколькими уже трудовыми коллективами общался, как номер 35, террорист там и так далее. И то есть всех интересует вопрос, а что будет после Путина, как нам обустроить Россию и так далее. Никто из этих людей близко даже не мыслит, что Путин там может победить и прочее, прочее. Большой дух, спасибо за ваш труд, примус в действии, никак не решусь на экспроприацию, это ещё проще. Свяжитесь с нами, мы вам подскажем, что и как надо сделать экспроприацию, вообще можно дистанционно всё это сделать. Самое главное, чтобы там было кому подстраховать. Это же действует, это во взаимодействии работает, только во взаимодействии. Для меня гуманитария довольно тяжело, всё проработано, выбрана цель, каждый раз нахожу отговорки, видя перед собой цель пойти на конфликт с человеком, для меня проблема, пожелать удачи, не надо идти на конфликт с людьми. В этом-то вся соль. То есть мы этот конфликт можем взять спокойненько на себя. Ваша задача совсем другая, ваша задача – это диверсионное действие, последовательное. То есть в те моменты, когда это будет необходимо сделать. То есть вот такого-то числа мы с вами наметили, да, ну, определённого, руководителя предприятия, что если с его стороны не последует каких-то действий, то в отношении его предприятия последуют другие действия, да. Он не послушал. Ну, как правило, не слушает. Сейчас никто ещё, ни один не послушал. Ни один. Но я думаю, что скоро будут уже слышать это, потому что, понятно, да, если он по целому поддонному заводу сгорает, ну, наверное, в конце концов подумают, что, может быть, лучше как-то ускрестись. Так что желаю вам удачи, но лучше самостоятельно не действуйте, лучше взаимодействуйте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...